Ночью в фейсбуке появился пост. Волонтеры просили подвезти солому и деревянные подоны на Троицкую. Необходимо было более 150 кубов. Все для того, чтобы начать разбирать часть сгоревшего флигеля со стороны двора. Изначально обрушать стену думали с помощью БТРов. Разрушать стену в итоге решили с помощью троса. План такой – привязать трос к фасадной части флигеля и тянуть его грузовиками. Внутреннюю часть флигеля обрушили без последствий для остальных частей дома. Для начала в внутреннем дворе выстелили так называемую подушку. Для этого понадобилось более тысячи тюков сена и 300 деревянных поддонов. Вот так падал верхний этаж уничтоженного огнем флигеля. Троицкую окутал туман из пыли. Вариант «если что-то пойдет не так» предусмотрели. Жители близлежащих домов заранее эвакуировали. Кто поехал к родственникам на это время, тем, у кого не было куда пойти, мы предоставили места в гостиницах и других. Предоставили им время, где можно переждать эти работы. В 17.00 спасателям удалось снести два этажа. Затем Пушкинскую открыли для проезда. В среду демонтажные работы продолжатся. Неисследованными до сих пор остаются два участка в центральной части здания. Возможно, именно там и остались четверо жертв трагедии, не найденных до сих пор. Поисковые работы продолжаются. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».